Да, давай. Ирина Ивановна, спасибо. Спасибо, с удовольствием. Каргу за 8-6, строение 1. У нас осталось 43 человека переселить. А вот сроки, какие обязательства мы берем перед ними по срокам? Есть какие-то обязательства? Конечно, у нас получается, нужно расселить более 500 квадратных метров. Мы давали данные 25 помещений переселить и 43 человека. На сегодня они 25, 17 помещений, если уточниться, потому что по остальным у нас подписаны соглашения. Деньги краевые, мы должны их освоить до конца текущего года, то есть переселить 17 проблемных помещений. То есть 43 человека до 31 декабря должны быть переселить? 32 человека, уже 32 человека, до 31 декабря должны быть переселить. Краевые деньги до конца текущего года. А еще, возможно, вся работа и продолжилась работа с переселением. То у нас были какие-то общие штабы, как это называется, общие заседания. Перед первым главе, перед первым заместителем главы города Кулиновича Сергея Ивановича. У нас мы собирались, там нас приглашали и депутатов, кто по этому округу работает. Мы приглашали жителей, представителей этого многоквартирного дома. Я знаю, что в этом году как-то тихо. И я, честно говоря, у меня же тоже есть обязательства перед жителями этого дома. Это мои избиратели. А я ни разу, я знаю, что уже много раз собирались по поводу этого дома, а я ни разу не была приглашена. А, прям так обидно. Дело в том, что сейчас, секундочку, я просто хочу сказать о том, что мне бы хотелось, чтобы и я была в курсе, что происходит, чтобы я не сегодня узнавала вот об этом, да. Я же не могу вам каждый день приходить. И жители, представители этого дома, несмотря на то, что там осталось 32 человека, все равно хотелось бы, чтобы представители тоже присутствовали на этих заседаниях, штабах. Я вот не далее, чем через, если все получится, через 45 минут приглашаю. Пригласите меня, понятно. Спасибо. Мы приглашаем сейчас представителей, как имя называется, приставов, да, из 17 на 16, но они удерживаются, мы удерживаются на 17, но перенесли, потому что там остались, ну так они, проблемные те, у которых мы просто не можем у людей взять и выкупать, потому что у них в долгах, у них кредиты. То есть вот эти вопросы мы сейчас и снимаем. По состоянию на сегодня, там проживает 8 семей. По состоянию на сегодня, которые постоянно проживают. Мы практически каждый день, мы вот эту статистику ведем, каждый день, вот что проделано сзади, ну вот, потому что там ситуация меняется, поэтому на контроле у нас и мы, наверное, должны сделать все для того, чтобы нам освоить вот эти вот эти средства, которые нам края выделены до конца этого года. Мы понимаем, что если мы не освоим, то вполне есть вероятность того, что вы уже здесь. Ну да, они с вашей семьей, да? Абсолютно с вашей семьей. Можно я добавлю, что вот эти 17 семей действительно, по ним часть людей разделилась в 7 семей. Это работа судебными приставами. То есть на сегодня соглашение подписать по закону мы не можем, потому что у людей обременение в силу ипотеки у физических лиц. Далее у них Росреестр наложил ограничения, потому что они не платят коммуналку. Они еще это жилье покупали в кредит и задержали выплаты по кредитам. Поэтому на сегодняшний день соглашение мы подписать с данными гражданами не можем. Мы их физически не сможем переселить. Но так как у нас там граждане есть с малолетними детьми, и это, как правило, одинокие мамы, у нас осталась такая категория. Принято решение переселить людей в маневренный фунт из данного жилого дома и в течение ближайших 5-6 дней закрыть первый подъезд. Потому что там, ну вот в течение одного дня застеклили 6 окон совместно с УКХ, а там разбили 6 окон за раз. Там собираются люди из определенного местоподительства, и проживать там становится опасно. На сегодняшний день также мы привлекли судебных приставов, для того, чтобы они нам помогли, сняли ограничения хотя бы на несколько дней с данного имущества, для того, чтобы мы могли заключить соглашение. Кроме того, у Красноярска есть опыт переселения такой. Мы обратились к ним, и возможно на следующей неделе поедем поездку в город Красноярск за опытом, для того, чтобы они нам рассказали, каким образом можно заключить законно соглашение с данными людьми. Эта работа будет продолжаться, все, что в наших силах будет делаться, но в этом доме проживание людей действительно опасно, и по вечерам мы проезжаем ежедневно, осматриваем, сколько горит окон, и туда мы заходим, и туда людей по возможности выгоняем прямо, тех, которые там не должны. Мы вас будем приглашать на заседание, они у нас проходят ежедневно пол восьмого утром, ежедневно. Теплокрасы от того, чтобы вдоль в обход 86.1 и подключение воды от здания 86.2. То есть у нас есть 2 сметра и есть специальное решение. То есть схема, что есть. То есть давайте будем начинать, наверное, если я слышу Ирина Ивановна, через неделю, там, к концу недели первый подъезд, там остается еще немного, сколько там, 6 семей останется, тоже в маневренный фонд переселять. Ну, значит, надо думать уже о переподключении. Нужно, что? Корректировка нужна, да? То есть этот вопрос... Ой, про это говорить еще рано. Мне просто не интересует, что их учиться. Ну, и Нина Павловна может славить? Сроки сносов этого здания. У нас еще проектно-смертная документация. У нас 5 с лишним миллионов, да, надо на проект на ПСД только так, чтобы с ним проект сделать. Мы же называем, что там тоже надо, и не... То есть надо сперва сделать косметную документацию, а потом... Ну, первоочередных... Потому что это действительно страшно. Действительно, это рассадник всяких там преступлений и так далее. Уважаемые депутаты, я прошу прощения, но просто вот с самого начала тоже наблюдаем за судьбой этого дома. И вот сейчас заговорили уже про переподключение, а вот с предпринимателями, с первыми этажами. Вопрос решается как-то? Вопрос открытый. Вопрос открытый. Вот так. Вопрос открытый. Вопрос открытый.